Если вам кажется, что вы знаете позицию насчет Хэллоуина, то я не уверен, что ваши дети и ваши внуки думают так, как вы. А нам важно им передать, чтобы мы были все на одной странице. Плюс, если вам кажется, что христиане Хэллоуин не празднуют, этот момент спорный, потому что вы можете в нашем городе найти церкви, где Хэллоуин празднуют. Если вы слышали такое мероприятие, называется Trunk or Treat, это когда собираются машины на парковке, иногда обычно церковной территории, открывают свои багажники, и там раздают конфеты, и переодеваются в костюмы, и таким образом как-то празднуют. И у детей, у молодых людей возникает замешательство, конфуз. Так подождите, одна церковь говорит, что Хэллоуин это плохо. Другая церковь мне дали пригласительную, сказали, приходи, будем праздновать. И там, и там церковь. Где правда? Где истина? Вот почему, друзья, мы с вами сегодня поговорим не просто хорошо это или плохо, а мы дадим факты для поколения Z, для Generation Alpha, и, может быть, для кому-то из вас это будет тоже полезным. Говоря на эту тему, я просил бы вас и сам молился о том, чтобы это не было просто такая сухая информация. Я хотел бы, чтобы там было присутствие Духа, и чтобы мы, слушая это, осознавая, насколько разрушающе действует сила тьмы, чтобы в нас это пробудило желание еще больше быть ближе к Богу и к свету. Вот такое вступление. Хотел бы сказать, что я не знаю, если вы в курсе, что все, если взять все праздники в Америке, то второй по популярности это Хэллоуин. А вы думали, Рождество или Пасха? Пока Крисмас остается первым, но второй по популярности в этой стране сегодня это Хэллоуин. Общество, мы живем в такое время, оно это пропагандирует, рекламирует, делает на этом хороший бизнес, в школах это утверждают. И если вливается так много яда, если мы так понимаем, значит, нужно противоядье, значит, нужно хорошо представить позицию церкви. Мы в нашей церкви имеем проект, который называется Warning Project, в переводе предостерегать. Мы выпускаем такие видеоролики на разные темы, где мы хотим разоблачать, предупреждать о разных таких плохих, вредных, демонических вещах, которые выходят в этом мире. Если вы не смотрели еще это видео на нашем канале, вы можете посмотреть и обязательно поделиться с друзьями. Там есть хорошие факты, очень на хорошем уровне этот ролик сделан. И там вы узнаете больше деталей об истории, корнях Хэллоуина. Сегодня я скажу так очень вкратце, но там будет больше фактов. Итак, начнем с того оригинального происхождения праздника Хэллоуин, откуда он у нас взялся. Итак, в IV веке до н.э. на территории современных Ирландии и Шотландии жили языческие племена, которых называли кельты. Руководящую роль в этих общинах занимали жрецы, их называли друиды. И вот эти племена делили год на два сезона – лето и зима. И вот в ночь перехода от лета к зиме кельты устраивали праздник Дня Урожая, и праздник назывался Самайн. Это было в ночь перехода с 31 октября на 1 ноября. И кельты, эти племена верили, что именно в эту ночь, 31 октября, граница между живыми и миром мертвых практически стирается. И души усопших, и злые духи могут возвращаться и бродить по земле, и как-то влиять на людей. Как полагают некоторые исследователи, что самые древние из обрядов праздника Самайн, праздника Дня Урожая, включали в себя жертвоприношения. Если вы будете сами искать, исследуя историю Хэллоуина, то вы найдете такие картинки, которые называются «Wicker Man» или «Плетенный человек». Там вы видите, что это была построена такая громадная статуя, и в эту статую собирали, заталкивали живых людей, потом эту статую поджигали, и таким образом делалось жертвоприношение. Другие источники будут опровергать эту информацию и будут говорить, что они потом впоследствии заменили человеческие жертвы на животных, чучел. И без разницы, насколько правда, неправда, одно то, что 100% можно сделать вывод, что то, что происходило в ту ночь, это было очень темные действия дьявольского влияния на тех людей, на те племена. И кельтские племена, они верили, что в ту ночь, 31 октября, злые духи, которые приходили на землю, они пугали людей, они могли вредить урожаю и могли вредить людям и даже забирать их жизни. Поэтому друиды, жрецы, советовали людям в то время переодеваться. Переодеваться в костюмы всяких демонов, нечисти, бесов, для того, чтобы в чертей, оборотней, чтобы запутать злых духов, чтобы когда придут эти злые духи, чтобы они не разобрались, это такой же бес, как и я, или это человек. Вот так они себя маскировали и верили в то, что это им поможет, чтобы злые духи им не навредили. И плюс к этому они также развешивали декорацию у домов, ставили головы мертвых, черепа, там скелеты разных, вот как вы видите на картинках и то, что вы видите и сегодня во всех этих украшениях и декорации. Дальше была легенда о нечестном Джеке. Я не буду брать время рассказывать эту легенду, но оттуда появилась у нас тыква, которая сегодня продается в магазинах. Вы видите, там такие делаются рожицы, эту тыкву ставят на пороге домов. И таким образом, даже если вы не знаете суть этой легенды, осталась суть в том, что цель этого задобрить вот эти нечистые силы или отпугнуть нечистых духов от вашего дома. Самый главный интересный вопрос, как языческий праздник стал христианским, как он проникнул в нашу культуру, как сегодня, почему люди его принимают. Здесь исторический факт очень важный. В 601 году Папа Римский Григорий I дал миссионерам приказ с целью христианизировать Северную Европу, то есть миссионерская деятельность. Когда католическая церковь пришла на территорию, где жили кельты, они дали распоряжение, вместо того, чтобы искоренять языческие праздники, а это было трудно, люди этому противились, они приняли решение их переконвертировать или превращать в христианские. И с этой целью на следующий день после праздника Самайн был объявлен День Всех Святых. Называется All Hallows' Day. Потом, чуть позже, вечер до этого назывался All Hallows' Eve, а впоследствии это переименовалось на сегодня известный Халуин. Дальше, в средние века, в канун Дня Святых, бедняки ходили от дома к дому, молясь за мертвых. Взамен просили угощения. А дальше это стало развлечением для детей, которые наряжались в атрибутику Халуина и ходили с конфетами, с корзинами, простите, и просили, говорили, сладость или гадость? Trick or treat? И если вам не давали сладостей, то они взамен делали какую-то пакость. Вот короткая история Халуина, откуда она к нам пришла. Вопрос, как Халуин празднуется сегодня? Хочу подчеркнуть, что популярность этого праздника с каждым годом растет. Для жителей Америки только в США люди тратят 10 миллиардов долларов при подготовке к Халуину. Эту информацию вы можете тоже сами как бы поискать 10 миллиардов долларов для того, чтобы подготовиться к Халуину. Примерно 70% населения принимает участие в этом празднике. А теперь давайте посмотрим, какой же взгляд Библии на этот праздник и я хочу представить пять фактов опасность Халуина. Факт номер один. Халуин это праздник поклонения бесам и дьяволу. Во-первых, мы это уже знаем из языческой истории, которую мы только что с вами прошли, но если мы возьмем современный мир, то сатанисты считают, что Халуин, они считают Халуин своим самым главным праздником. Некоторые называют его днем рождения сатаны. Здесь хорошо привести цитату основателя церкви сатаны и вот что он говорит. На экране вы можете читать, где мы видим, что он сказал, я рад, что родители христиане позволяют своим детям поклоняться дьяволу хотя бы одну ночь в году. Это тоже информацию вы можете сами проверить и найти. Хочу, чтобы вы обратили внимание, чьи это слова. Это основатель церкви сатаны Антон Лавей. Друзья, церковь сатаны существует сегодня. Если вы не знали, то она в действии и у них есть миссия. И они устраивают вот именно в ночь Халуин они устраивают сексуальные оргии, совершают черные мессы с проклятием и жертвоприношениями. Многие действующие колдуны и ведьмы признают, что чувствуют особую силу и доступность к демоническому миру в ночь празднования Халуина. Вот что говорит Библия. 1 Коринфянам 10 глава. Но то, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не может быть человек участником в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Во-первых, Библия очень четко показывает два мира. Есть Бог, есть дьявол. Есть вот это празднование или ритуалы бесовские, есть Господний. И есть, в Библии написано, что такое было и такое есть и сегодня, что люди своими действиями прославляют, поклоняются, приносят жертвы демонам, дьяволу и этим ему поклоняются. Здесь этот текст говорит о том, что Бог против двойной жизни. Человек не может служить и Богу, и дьяволу или говорить, что он как бы нейтральный, он по-любому кому-то принадлежит. Есть только два господина, которые управляют. И вот сегодня человек служит или Богу, или дьяволу. Поэтому, несмотря на то, что некоторые церкви не видят ничего страшного в Халуине, именно этого как раз и добивается дьявол. Еще одна цитата бывшего сатаниста Джон Рамирес, который впоследствии стал христианином, он в своей книге пишет, что люди не осознают, когда они переодевают своих детей вот в эти костюмы, что они уже посвящают своих детей этим темным демоническим силам. Поэтому, я думаю, мы все согласимся, что сатанисты в вашу церковь на Рождество не придут и на Пасху не придут. Для них это очень ясно. Но почему-то христиане могут прийти и на Крисмас, и на Пасху, и на Хэллоуин, и еще куда-то. Там просто такой винегрет, такой mess. Но подумайте, почему сатанисты на ваши праздники не ходят. Итак, первый пункт, в чем опасность, это поклонение дьяволу и бесам. И все современные ведьмы, колдуны, сатанисты, они это официально заявляют. Второй факт. Хэллоуин это праздник тьмы. Празднование начинается не просто с наступлением темноты, но темнота это одно из главных составляющих праздника. Вообще, если вы будете гуглить, какой бог представлен в этом празднике Самайн, то некоторые источники вам дадут информацию, что это был господин тьмы. И когда люди собирались на празднование этого праздника, то они зажигали костры и из огня вызывали дьявола, то есть царя тьмы. Плюс проводили детей через огонь. Вот это история. А теперь что говорит Библия? Второзаконие 18 глава написано «Не должны находиться у тебя проводящие сына своего» или дочь через огонь. Вы знаете, что это значит? Проводить через огонь. Если вы посмотрите другие переводы или английские переводы, то вы там найдете, видите, по-английски написано «Never sacrifice», то есть не приносив жертву своего сына или детей. Кажется, неужели родители в своем здравом уме могут принести своих детей в жертву? Я вам напомню историю одного очень известного идола из Нового Завета. Это был Молох. Это был Бог. Это был идол, которому часто подвергались искушению израильские народы. И Бог предупреждал «Не поклоняйтесь!» Если вы будете исследовать Писание или читать разные переводы, вы найдете имя именно этого Бога. Он имел колоссальное влияние в то время. И как ему служили, одна из таких самых высоких достижений было, можно было этого Бога прийти поцеловать, но для этого нужно было принести жертву. И вот видите, вот эта статуя, которая у вас на экране, она была сделана из металла, и разжигался огонь, костер, видите, там внутри этой статуи, и вот эта вся статуя металлическая, она накалялась, а потом приходили родители и приносили своих младенцев и ложили на руки вот этой накаленной, раскаленной этого металла, этого идола, и естественно детки как бы заживо там сгорали, умирали, кричали, но для того, чтобы заглушить их крик, там на фотке чуть видно, и из истории тоже можно это узнать, эти жрецы барабанили в барабаны, трубили в трубы, чтобы как бы родителям было легче совершить этот акт жертвоприношения, и вот друзья, мы с вами видим как бы историю, которая тянется еще давно, давно, давно вот с этих всяких вот Халуина, потом мы видим это в Старом Завете, и здесь мы друзья помним, кто в Советском Союзе родился, помните, еще был такой праздник Ивана Купайла, да, когда он проходил ночью, что там жгли, помните, костры, вы понимаете параллели, да, вот как оно все вот так вот было связано, перепутано, вот так вот запутано, и казалось бы, просто for fun, просто кажется так, для развлечения, но там были очень глубокие корни, и вот что говорит Писание, Деяния 26 глава, 18 стих, наша цель, это цель проповедника, чтобы обратились от тьмы люди к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня, в Христа, получили прощение грехов, и так, смотрите, цель, миссия от апостола Павла была проповедовать людям, которые Бога живого не знают, чтобы они обратились от тьмы к свету, смотрите, как здесь представлено два мира, тьма и смерть от власти сатаны к Богу, очень ярко, очень ярко, и когда мы говорим, что Хэллоуин празднует тьму, то здесь она очень хорошо проявляется, и я думаю, что еще важно подметить, что многие преступления в криминальном мире также происходят ночью, во время тьмы, легче там кого-то подловить, ограбить, убить, и получается, что тьма это символ зла, тьма это символ греха, и кстати, статистика еще также говорит о том, что в ночь, когда Хэллоуин празднуется, то примерно 17% больше преступлений происходит именно в ночь Хэллоуина, next slide, и когда мы говорим за аварии, то тоже примерно около 40% это уже Traffic of Safety Administration дает эти данные, больше аварий на процентов 40 происходит именно в эту ночь, потому что люди напиваются, люди стоят неуправляемые, и там еще много других фактов, о которых нет времени просто упоминать, Иоанна 3,19 говорит, суд заключается в том, что в мир пришел свет, кто такой свет, кто пришел, крестьяне должны знать, но люди полюбили тьму больше, чем свет, поэтому их дела были злы, еще одно местописание 1 Фессалоникийцам 5,5 написано «Вы, верующие люди, вы сыны света и дня, у нас нет ничего общего с ночью или с тьмой». Итак, третий факт, в чем опасность Хэллоуина, Хэллоуин празднует смерть. Вообще, друзья, в старину из-за страха перед смертью и высшими силами люди старались их задобрить, поэтому устраивались праздники в честь нечистых духов и Хэллоуин один из них. Опасаясь, что те могут забрать жизнь, навлечь врагов, испортить там урожай и так далее, люди пытались как-то задобрить смерть. И сегодня многие украшения свидетельствуют о том, что люди поклоняются или прославляют смерть вот этой атрибутикой, украшениями, которые представляют смерть. Черепа, скелеты, органы человеческого тела, обрубленные, кровь и так далее у домов людей все это дань духам смерти. украшают свои там дома могилами, кладбище, представляется, как будто бы это подчеркивается. Вот, что мы сегодня празднуем это смерть. Я не знаю, если вы знали или нет, что какой день 2 ноября, что это за праздник. Если у вас есть айфон и вы сейчас откроете Apple календарь, то вы увидите, что 2 ноября это день мертвых. Вот вам скринчат и это третий день Хэллоуина. Просто для информации. Это подтверждается, насколько это темный праздник, что даже Apple и вся эта система утверждает уже, вот это написано Day of the Dead, это не вы туда занесли, это вам занесли. То есть, если у вас есть Apple, то вам уже занесли, что это день мертвых. И этим самым это продвигается, проталкивается и в нашем современном обществе. Поэтому, друзья, Писание на этот счет говорит очень ясно. Притча 8 глава 36 стих. Все, все проверили, молодцы, нашли, теперь внимание. Притча 8, 36. Согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Правда? Очень ярко. Писание ну просто ответ такой очень яркий. Согрешающие против меня, во-первых, сами себе вредят, говорит Господь, а дальше все, кто ненавидят меня, любят смерть, любят, празднуют ее, демонстрируют, показывают всячески. Здесь вот, друзья, еще важно добавить то, что если вы прочитаете контекст всей этой главы, то там говорится о мудрости. Получается, что человек, который любит смерть или ее как-то празднует, участвует, то он не мудрый. С позиции Бога в этом нет мудрости, в этом наоборот, глупость. Не стоит прославлять смерть. Марка 12, 27 написано Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Это снова очень сильно подчеркивает позицию Писания на праздник Хэллоуин. Иногда сегодня люди молятся за мертвых, молятся за мертвые души, чтобы эти души быстрее перешли в какое-то более лучшее место, чтобы эти души не сильно мучились там. В некоторых религиях даже принимают водное крещение за мертвых. Знали об этом или нет? Вообще там целый мир мертвых. И вопрос, есть ли смысл молиться за мертвых? Давайте снова посмотрим, что об этом говорит Библия. А Библия четко отвечает. 2 Коринфянам 5, 10. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Живя в теле. Итак, друзья, во-первых, всем нужно будет прийти на суд перед Богом. Независимо от национальности, образования, верующих, неверующих, всем придется предстать перед Богом однажды. Но, важное но, но зависит, все будет зависеть от того, что ты сделал, когда ты был живой. в теле живя. После смерти, здесь следовательно вывод, уже нет смысла молиться. Это уже ничего не меняет. Там уже поздно. Поэтому нужно говорить сейчас к живым. Вот почему мы говорим это, говорим в онлайн, чтобы люди, которые еще не знают живого Бога, которые не понимают это, чтобы они могли знать правду и истину. И там уже не надо приносить жертвы, свечки, деньги, за мертвых. Это уже ничего абсолютно не меняет. И так говорит Божье Слово. Об этом также подтверждается Луки 16 глава, притча о Лазаре. Там показывается история два духовных мира. Ад и рай. И когда один человек из ада просит, ну как-то мне хоть воды дай, там вывод очень простой, что уже из тех миров никто не переходит. Вот почему важно познать Бога, пока ты еще жив. А ад и рай точно существуют. Поэтому христиане, они празднуют жизнь, они празднуют воскресенье, они верят в Христа, дающего жизнь вечную. Это дает надежду. А Хэллоуин предлагает смерть. Итак, четвертый факт, в чем опасность Хэллоуина, Хэллоуин празднует страх. Многие традиции остались неизменными, которые дошли сегодня до нас. И сегодня люди устраивают вечеринки и ночи ужаса, устраивают целые парады ужаса и страха. Переодеваясь в ведьм, в колдунов, в зомби, в бесов и костюм чем страшнее, тем круче, тем лучше. И я помню, когда-то мои дети были еще младше, и мы гуляли так по нашему райончику, и мои дети пугались этих украшений. Проходим так мимо одного дома, а там дерево, а на дереве висит повешенный, ну, естественно, не человека, чучело, но мои дети пугались. И я думал, неужели вот люди взрослые в здравом уме могут вот это вытворять и как бы тут же дети маленькие ходят. Но это происходит не только на личном уровне, а на корпоративном, на уровне там бизнесов, на уровне города, на уровне страны. Устраиваются вот такие вечера, парады, устраиваются просматривания фильмов, ужасов, собираются люди, которые на этих haunted houses, это такие дома, как бы дома страха, где люди друг друга пугают, пытаются как-то, ну, чем страшнее, тем круче. Вот в этом как бы смысл вот этих организованных мероприятий. И, конечно же, после таких вот просмотров у людей остаются последствия, когда люди смотрят фильмы ужасов. Сейчас вы можете смотреть иногда там даже какой-то безобидный мультик, но там между этим мультиком будет реклама страшная. Реклама вот эта Хэллоуина, демоническая, вот это 13-й там этаж, там кровь, какое-то чудовище вылезет там на 30 секунд, а твой ребенок просто там смотрел про котика и про мышку. Она вот, вся система так как бы настроена для этого. И здесь я хочу привести, друзья, пример, как одна девочка, тинейджер, подросток, была у нас в подростковой школе, и я с ней лично имел дело, как она не могла ночью спать из-за того, что ее преследовали вот эти демоны, она просто ночью кричала, не могла выключать свет, и это получилось из-за того, мы узнали, что они же там спят в комнате по 4-6 человек, и как бы это все как бы вскрывается. И когда мы начали у нее спрашивать, как это получилось, то она рассказала, что она однажды пошла ночевать к подруге, родители пошли спать, а потом они вместе с девчонками посмотрели фильм ужасов, и потом она почувствовала, как в нее что-то вошло, потом она говорит, я пошла в ту же ночь на кладбище и провела там всю ночь. Я у нее спрашиваю, а почему ты пошла на кладбище ночью? Она мне отвечает, говорит, я не знаю, они мне сказали туда пойти. Я у нее спрашиваю, кто они тебе сказали? Она говорит, I don't know, they told me to go. А вот они мне сказали туда пойти. И, конечно, уже люди более взрослые, духовно зрелые, они понимают, что в нее вошел этот бес, и потом они же ее туда и загнали, на это кладбище. И после этого момента она уже не могла спать нормально, ребенок уже мучится, она уже ночью вскрикивает, она уже боится. И я хочу, чтобы мы заметили, это был один фильм ужасов, это было один раз. Поэтому, все, что мы сейчас говорим, это очень серьезно. Духовный мир, он очень реальный, поэтому нашим детям важно об этом рассказать и предупредить, и быть даже осторожными, что делают, смотрят наши дети, потому что потом от этих кошмаров, я уверен, мы не хотим, как родители, чтобы наши дети страдали от кошмаров ночью, или не дай Бог, чтобы они стали одержимыми, но это вот вам результат праздника смерти, результат праздника тьмы. Вот эти все страшилки, как бы, оно преподносится как развлечение, как будто это фан, так прикольно, пойдем, все сделаем, но на самом деле, друзья, это все дьявольская приманка, обман, где он обманывает и подлавливает наших детей. Вы только посмотрите на атрибутику Хэллоуина, найти украшения, эти черепа, кровь, ножи, чудовища, как бы страшные, иногда проходишь, даже взрослый, и так посмотрел, думаешь, ужас, как они их сделали, этих чудовищ, как бы, реально смотрится, как реальный, какой-то страшный, и с каждым годом их лучше и лучше делают, этих страшных чучел. И вы смотрите, и у вас один вопрос, вот со стороны, скажите, это, кого оно представляет, что-то доброе, божественное, это вся атрибутика, говорит о Боге или о дьяволе. И вопрос, а с кем вы себя ассоциируете, участвуя в этом празднике. И вот этот дух страха, который нагоняется, организованно, смотрите, что говорит Библия, 2 Тимофея, 1 глава, ведь Бог дал нам не духа страха, а духа силы, любви и благоразумия. Смотрите, снова два мира представлены очень ярко в Писании. Дух страха, который пропагандирует Халуин, приглашает приходить и будем друг друга пугать. И вот Бог, другой, совершенно иной дух, не дух страха, не тот дух, Божий дух, и этот дух не имеет ничего общего, поэтому, христиане, не запутайтесь, не мешайтесь там. Бог дал нам не духа страха, но духа силы, любви и благоразумия. Когда я узнал, что некоторая наша молодежь посещает вот эти дома ужасов, haunted houses, я был очень напряжен. Неужели наши люди не знают опасности? Поэтому я хотел бы обратиться к молодому поколению. Друзья, не играйте, не шутите, это имеет последствия, это демоническая территория, туда не заходите, даже for fun. Young people, please hear me out. Never ever visit those haunted houses. It's a demonic territory. It will destroy you. Об этом очень важно, друзья, собрать наших деток, посадить их так, минут 15, и рассказать им. Потому что стратегия дьявола больше направлена против детей и внуков ваших, чем против вас. Потому что взрослые еще хоть как-то ориентируются. А дети, они очень открыты. 1 Иоанна, 4 глава. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Да, друзья, в страхе есть мучение. А как же тогда туда люди идут добровольно? Вот в этом и есть обман дьявола. Представляется как шутка, развлечение, прикол, нормально. А потом ты будешь мучиться. А пока просто так давай поразвлекаемся, поиграем. И здесь еще написано о страхе, когда человек не знает истинного Бога. Если вы посмотрите контекст, который не познал Божьей любви и у него есть страх перед наказанием Божьим. У него есть страх попасть в ад. И вот иногда люди, даже криминалы, бандиты, которые в церковь не ходят, вот иногда совесть настолько мучает и судят, что люди приходят там, ну свечку хоть поставят, хоть денег как-то там пожертвуют, потому что у них есть вот этот страх. Но Библия учит, что человек, который познал Бога, поверил в Него, осознал Божью любовь, в нем не будет этого страха. Он не будет мучиться, потому что он понял, что Бог любит людей, умер Христос за нас, и он стоит за своим словом, что те, которые познали вот любовь совершенную, имеется в виду любовь Божью, не человеческую, Божью любовь. Вот почему у них нету страха, они с чистой совестью и со светлым взглядом могут ходить по этой земле. Знаете ли вы, сколько раз в Библии употребляется слово «не бойся»? Я вам ответ не дам так ради интереса. Если вам интересно, сами попробуйте найти как раз вот в эту тему Хэллоуина, где здесь страх нагоняется, и сколько раз Библия говорит «не бойся». И если вас мучит страх, то я здесь, чтобы вам дать хорошую новость, что Христос освобождает от этого страха, нездорового страха. Страх перед опасностью – это инстинкт, который сам Бог дал для самосохранения. Но когда страх нездоровый, нелогичный, когда тебя мучит что-то, переживания ночь, днем, без разницы, вот от этого страха освобождает Христос. Когда мы, друзья, с вами смотрим на современные последние игры, артисты, фильмы, то все почему-то производится вот в этой теме. Настолько это все-таки темные, темные вещи, которые вокруг нас, и мы живем среди этого. вот одна из самых последних видеоигр и популярных называется «Диабло», в переводе «Дьявол». И если вы чуть-чуть как бы попробуете узнать об этой игре, очень популярная, очень многопродаваемая игра. И почему на эту тему? Ну, почему? Дальше, если вы знаете такую артистку «Дожа», «Кэт», кто знает, если не знаете, слава Богу, если знаете, за вас в конце помолимся. Как будто сам дьявол воплоти, артистка. Ее песни все скачивают, насколько она популярная, насколько просто передает демонически. Если вы слова посмотрите, все ее как бы посыл, друзья, просто страшно. Но это популярно, это модно, это везде как будто бы проталкивается. И фильмы ужасов я уже у них как бы сказал, и кажется, это все давит, все как бы нормализуется, как будто уже мир демонизируется, как будто нас готовят, программируют к приходу Антихриста, чтобы с бесами дружили, чтобы эти все тьмы тут всю принимали, чтобы не боялись, не убегали, а наоборот, с ними там развлекались, играли, потом уже, да, что будет потом, это уже потом попадешься. А пока давай, это все круто, это классно, это современно. Смотришь на эти все украшения, футболки, там, черепа, рестораны, их лого, тоже череп. Кажется, ну, куда мир идет? Почему это стало как бы таким популярным сегодня? Поэтому я призываю вас, друзья, родители, будьте осторожны, что вы впускаете в вашу жизнь и в жизнь ваших детей. Будьте осторожны с тем, что ваши дети смотрят. У меня дома, я признаюсь, это война. Я уже молюсь, Господи, дай мне мудрости, как вот здесь балансировать. Я там постоянно эти телефоны, эти iPad, не то, что громлю, но как-то их пытаюсь забрать, лимитировать. И здесь же как бы важно и не перегнуть, и сделать все правильно, но это просто борьба. И я знаю, что если у вас есть дети, то у вас тоже с этим есть борьба, но поверьте, через эти все электроники, приборы туда проходят. Там адженда, там просто идет политика, которая разрушает наших детей. И даже если это такие, как я сказал, безобидные мультики, все, что до, после, между, это просто очень страшно. И однажды мне недавно один папа молодой в нашей церкви, не спрашивайте, кто, говорит, я вот как бы со своими детьми тоже там ограничиваю их с электроникой, там, что они смотрят, все контролирую, но говорит, но когда они идут к бабушке, это завал. Бабушке им разрешает все, они делают, что хотят, они смотрят, что хотят, ну, знаете, как любая добрая бабушка, там, что родители не разрешают, бабушка разрешает, что там, как бы, вот почему иногда дети рвутся к бабушкам, мы заметили, да, там же, как бы, это же freedom land, то есть, земля, как бы, свободы. так вот, от имени папы и от имени всех, наверное, хочется сказать, бабушки, ну, будьте добры, ну, контролируйте, что ваши детки смотрят, это же ваше сокровище, ваши внуки, поэтому мониторьте, не давайте, забудьте, что мультики, это уже там, так хорошо и безобидно, уже не те мультики. Если вы не смотрели нашу передачу, называется «Пять опасностей Диснея», то вы можете посмотреть и тоже поделиться, там очень мы раскрываем вот эту суть современных мультфильмов, которые очень разрушают наших детей. Поэтому, если мы говорим, друзья, о страхе, то единственный страх, который мы должны иметь, как верующие люди, это страх Господен. Об этом написано в Писании, это источник жизни, то есть, вот это страх Господен, это имеется в виду высшее почитание Бога и признание Его Господом. Последний, пятый пункт, в чем опасность Хэллоуина, это праздник гадания, вызывания мертвых и колдовство. Если вы сегодня пойдете в библиотеку местную в нашем городе, я там был с детьми, то вы найдете в детском отделении книги колдовства. Я был в шоке. Я думал, мы там попали в секцию взрослых. Смотрю, это Kids Area, Kids Zone, и там книги, чтобы люди практикали, им как бы they introduce witchcraft, то есть, они как бы тебе представляют, тебя подводят вот в это колдовство, и это на уровне детей. и я думаю, вау, как со всех сторон фильмы, игры, мультфильмы, библиотека, книга, школа, церковь, кажется, просто мрак, тьмак. Думаешь, куда детей везти и прятать? И мы живем сегодня в этом реалии. Мы живем в таком обществе. И нам же нужно как-то знать и реагировать на это. И вот, друзья, читаю вам гадания. Что по этому поводу говорит Библия? 4 царств, 17 глава. Чтобы вы не проводили сыновей и дочерей через огонь и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его. Внимание! Гадание и волшебство. Библия называет это грехом, и это Бога прогневляет, чтобы вы не занимались этим. Потому что Библия называет это злом. Гадание занимает особое место в церемонии празднования Хэллоуина. Но гадание, оно присутствует и не только в этот праздник. Если вы не знаете, что такое гадание, определение у вас на экране, это предсказание будущих событий с помощью магических всяких приемов, обрядов. То есть, это оккультная практика. И это открывает дверь для дьявола. Это открывает дверь для влияния бесов. Это очень опасно. Иногда людям кажется, что это просто развлечение. Например, гадание на ладони. Кто-нибудь пробовал? Вам предлагали? Давайте я погадаю на ладони. Потом гадание на картах. И сегодня это все работает, существует. Если раньше нужно было пойти к гадалке в Советском Союзе, найти ее, пешком прийти, то сейчас вашим детям не надо это делать. Он на телефоне найдет эту гадалку и по онлайн она ему погадает. И в телефоне она может ему там разного наговорить. Это все уже онлайн доступно. поэтому друзья нам важно еще помнить, что кто выходить из Советского Союза, там были бабки, шептухи, вот эти гадалки, волшебство. Это все Писание называет мерзость пред Богом, называет это грех и нам нужно об этом знать. Не просто мнение. Вы открываете Библию и вы читаете. Я вам только что прочитал и еще прочитаю. Как Бог очень категорично пытается людей защитить от этого демонического мира. Когда мы практикуем служение освобождения, это значит, когда человек одержим злым бесом, когда он неуправляемый, медицина там вообще не работает, не помогает, и когда за таких людей молятся об освобождении, чтобы у него это ушло, то один из таких самых частых вопросов, которые задают ему перед этой молитвой, спрашивают, у тебя была оккультная практика, ты где-то колдовал, ты когда-нибудь гадал, ты когда-нибудь вот эти вещи делал, и чаще всего люди, которые имеют вот эту проблему одержимости, доступа вот этих злых духов, то чаще всего у них в прошлом жизни было и гадание, и вот это колдовство, и многие-многие другие вещи. Амулеты, это то же самое, это такие украшения, разные предметы, которые люди носят на теле, иногда в машине, чтобы оно принесло счастье, удачу, защитило, это тоже из этого же цикла, вот эти все гадания. Потому что, друзья, в мире есть только две силы, это Божья сила и дьявольская сила. И когда мы что-то берем или просим какое-то предсказание о будущем, тут простой вопрос, а какая сила это может предсказать? По-человечески это нереально. Значит, только или Бог или дьявол, вот как оно просто работает. Вот почему люди, многие попадаются в эту сеть дьявольскую. Еще на экране смотрите Ouija boards. Это игра, настольная, картонная игра, которая продается сегодня в Walmart и везде, в принципе, доступна. Это игра, на которой дети гадают. Сегодня ее могут легко купить и играть просто как и любая игра. Одна мама молодая приходила ко мне и рассказывала свою историю, как однажды она в подростковом возрасте вот эту игру играла. Она даже не знала, что это. Но вот когда она в нее сыграла, то она потом рассказывала последствия, которые она на себе испытала. Она плакала, она рассказывала, а сегодня я вам рассказываю, чтобы вы и ваши дети знали и научили их, что есть такие игры, в которые играть просто нельзя, потому что это очень опасно. Но сегодня это очень доступно в мире, в котором мы живем. Я не знаю, если вы знаете еще одно такое слово. Мы с вами поговорили о гадании, а второе это вызывание мертвых. Есть такое слово, называется некромантия. Знали? Определение на экране. Что это? прорицание или вопрошение душ умерших о будущем. Это вид магии, который предполагает общение с душами. Когда люди вызывают мертвых, эти мертвые являются им в образе человеческом, и они начинают с ними общаться, разговаривать. Эти ритуалы часто происходят на кладбище, ночью, и люди это практикуют с целью, чтобы попросить какой-то ответ, чтобы они им помогли, предсказали будущее. Снова смотрите, вопрос, когда человек обращается к этому методу, есть только две силы, есть свет, тьма, бог, дьявол. Какими источниками человек пользуется? Второзаконие 18 глава написано «Не научись делать мерзости, какие делали народы 18-9». Можно русский, русский перевод на экран. Написано «Не должны находиться у тебя народы, не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и, внимание, вопрошающий мертвых». Вы заметили, сколько текстов Библия дает на тему Хэллоуин? Очень ярко, даже не надо там догадываться, что там имеется в виду, там оно написано, что имеется в виду. Гадатели, чародеи, с мертвыми там не общайся, не вызывай мертвых. Тот, кто наводит чары, вызывает призраков, духов и вопрошает мертвых. Общение с мертвыми это было особым ритуалом не только у кельтов, но и у католиков первого времени. Я думаю, что мы все выходцы из православного, и мы знаем, что даже у нас иногда в той стране, откуда мы приехали, тоже люди ходили на кладбище, помните, тоже там что-то приносили. и сегодня, если вы сделаете исследование, я нашел 12 видов поклонения мертвым, которые есть сегодня в мире. 12 видов. Вот наши соседи, Мексика, у них есть целый праздник, если вам видно фотографии, женщина несет статую смерти. Скелет с косой как бы стоит, и они в этом празднике становятся на колени и вот так вот идут. Вы можете это тоже посмотреть, если времени много, на ютюбе. И вот они так пытаются поклоняться, приносят жертвы, дары, и все это поклонение смерти. Кажется, как это? Неужели это реально? Ну, Apple нам говорит, что реально. 2 ноября будем праздновать. Друзья, вы понимаете, в каком темном мире мы с вами живем? Поэтому, друзья, я, делая это исследование, нашел, что некоторые люди сегодня живут с мертвыми, с трупами, они у них дома, они им приносят там попить, еду, они их там, эти мумии, потом носят, переносят, хоронят, опять разрывают, ну, перехоранивают, кто-то там их держит у себя в доме 40 дней, кто богаче, дольше держит с трупами. Кажется, ну, какой, как это возможно по-человечески? Насколько иногда человек просто обманут, и он в это все верит. Почему? Не знает истины, не знает то, что говорит Библия. Для нас, для христиан, Слово Божие это авторитет, который открывает правду. И дальше вопрос, человек ее принимает или нет, верит или не верит, но она есть, но некоторые ее не знают. Вот почему людям нужно ее рассказывать. Помните, еще есть такой культ мощей, когда люди там поклоняются святым, иногда это может быть просто рука, иногда может быть там палец там какого-то святого. И здесь есть тоже серая такая зона, когда это идет почитание святого человека или же поклонение вот этому святому или этим мощам или мертвым. Вот здесь, друзья, важно быть осторожным. Исаии 8,19 «Когда скажут вам, обратитесь к вызывающим умерших и к чародеям, шептунам, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Здесь, я думаю, тоже очень четко сказано в Писании. Иеремия 27 глава написано «Не слушайте своих звездочетов». А что это такое? Звездочеты, кто звезды считает? А это по-другому гороскоп. Знакомая тема? Если вы не знаете, что это, определение на экране. Но планеты, звезды, астрологическая, мистическая практика, где вам предсказывают ваше будущее на основании вашей даты рождения. Я не знаю, вы пользуетесь или нет, верите в это или нет, но это существует сегодня. А вопрос, а когда гороскоп появился? А следующий вопрос, а когда Библия была написана, вот это пророка, книга Исаии, где я прочитал «Не слушайте» вот этих звездочетов, правда интересная? Если у вас, друзья, есть снэпчат, можете руку не поднимать, то когда вы, если можно показать скриншат, когда вы регистрируетесь на снэпчат, то вам там сразу автоматически дают ваш знак зодиака. Вот видите, там обведено на экране. А этим самым они как бы вам «they introduce you to horoscope». Они вас просто как бы вводят в эту систему гороскопа. И там не важно, вам нравится, не нравится, вы хотите это, не хотите, оно просто идет сразу с профайлом вашим. Вы открыли, и вот оно у вас там есть. Можете проверить дома сегодня. просто ради интереса. Вот эти вот все детали, которые мы сейчас, друзья, с вами обсуждаем, они просто нам еще раз подтверждают, насколько мир темный, насколько все вот туда проталкивается, чтобы мы этим жили, интересовались как бы. И вот что по этому поводу говорит Библия, Исаии 47 глава. «Пусть встанут твои астрологи». Кто это? Гороскоп. Пусть встанут. Звездочеты. Что это? Куда это? Гороскоп. Предсказывающие по, снова смотрите, астрология, по новолуниям. Интересно, да, вот некоторые там спорят, некоторые христиане верят в гороскоп, участвуют, интересуются, получают там апдейты, новости. Я хочу вас предупредить, дорогие христиане, это опасная штука, это демоническая зона. Не верьте, не пользуйтесь, иначе вы открываете дверь для дьявола. Только по простой причине, потому что Библия говорит, что это грех, что вы делаете то, что Бог запрещает. И потом, конец стиха, они самих себя не могут спасти, люди, которые предлагают вам это, а тем более других. Данил когда-то сказал во второй главе, что если человек ищет будущего, тайны, хочет, то только Бог. Помните, Данил сказал, что ни мудрецы, ни обаятели, ни колдуны, ни вот эти чародеи, ни астрологи, никто не может знать будущего. тайны открывает только Бог. Есть другой, который претендует на то, что он тоже может открыть. Вот это как раз он и есть, этот дьявол замаскированный. Поэтому два источника, две силы, ад и рай, тьма и свет, а ты выбирай. Вот почему нам важно предупредить об этом людей и детей. И в заключение, друзья, хочется сказать вам, нам всем, что помните, Бог говорил Израилю и призывал их, не смешайтесь с этими народами языческими, потому что есть опасность, что их традиции, культура и к вам проникнет. Мы сегодня уже живем среди этого. И нам важно это признать. Заметьте, друзья, что как умышленно и как очень искусно мишенью праздника Хэллоуин становятся дети. Смотрите, как все искусно, конфетки, костюмы, праздник, развлечения, игры, как ребенку тяжело устоять, даже против конфеты. Вы представляете, как все, какая идет вот эта адженда против. Поэтому нам важно научить наших детей с самого детства. Расскажите им обо всех опасностях, потому что Писание призывает Ефесянам 5-10 не участвуйте в бесплодных делах тьмы, не участвуйте, но и обличайте. По-английски написано не участвуйте, instead expose, то есть разоблачайте. А как это можно сделать сегодня? Помните, мы в нашей церкви предлагали такие знаки поставить у вас там перед вашим домом? Три пункта, которые легко запомнить. Мой сын как-то своим там рассказывал друзьям на улице. Три пункта, их легко. Если вы ничего не запомнили из того, что я говорил, вот эти три пункта. Хэллоуин празднует тьму, страх и смерть. И мы предлагали люди церковь возьмите этот знак, поставьте его перед своим домом. Как вы думаете, сколько человек взяло? Не надо ни по-английски разговаривать, не надо ничего говорить, ни бегать, никого не уговаривать. Просто поставь, пусть читают. Как вы думаете, сколько людей сделало? Вы знаете, такое впечатление, что у дьявола одна миссия. Извините за выражение, церковь просто заткнуть, чтобы вы просто в своей церкви там себе сидели, молчали и спали. Против этих однополых браков, против Хэллоуина, просто заткнуть, сидите там себе в вашей церкви и спите. Но если Бог говорит, что мы свет миру, то когда светить, когда же светить, как не среди мрака? Когда еще время светить, как не... Вы не чувствуете, как мрак сгущается? Вы не чувствуете, как тьма одолевает общество, в котором мы живем? Так может быть, время светить? Или вот этот значок поставить, это было просто христианская лень? Или христианское безразличие? или лучше не будем отвечать на этот вопрос? Как хочется, чтобы церковь современного времени подавала свой голос. Да, я знаю, это непопулярно, да, я знаю, это опасно, и для меня это даже невыгодно говорить в эфир, но я это говорю, потому что я понимаю, пока Бог дает жизнь нам, верующим, жить на земле, то мы имеем миссию светить. Когда церковь будет забрана из земли, тогда это человечество обречено. Но пока еще церковь на земле, пока еще она есть на земле, это не просто ради наших собраний, чтобы нам здесь было так хорошо, и мы детей водили на кружки разные. Церковь пока на земле спасать, разоблачать, светить, помогать, давать надежду людям и хранить от дьявольского разложения, от этих всех сетей, нападок, бесовских, которые сегодня на всех уровнях проталкиваются. И хочется просто сказать, Господи, просто дай нам мудрости сохранить детей наших, дай мудрости самим остаться в здравии, в балансе и быть светом, быть смелым, не стесняться благовестия, Евангелия и говорить в этом мире правду. Потому что истина написана, она освобождает. Истина, кто ее познает, она сделает тебя свободным, по-настоящему. Поэтому, друзья, действуйте. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. я хочу сделать призыв к людям, которые когда-либо в своей жизни имели оккультную практику, кто участвовал в гаданиях, в волшебстве, в картах, с бабками имел дело, с колдунами. Я вас приглашаю, вы можете выйти вперед для молитвы. Это нужно вам, чтобы вы просто получили свободу. Написано, что Христос, Он победил и смерть, и ад. То есть, Он сильнее, Он над всеми этими силами тьмы. Я вам предлагаю сегодня покаяться. Если вы новые в христианстве, если вы смотрите нас онлайн, если вы не знали, что вот это гадание, оккультная практика, вот эти все амулеты, вызывание духа, общение с мертвыми, это все грех, демоническая зона. Сегодня вы уже можете знать об этом. Также я хочу пригласить людей, которых мучит страх. Если у вас такой просто ненормальный страх, вас мучит, вас переживания давят, вас душит, что-то, вас ночью, вы не можете спать нормально, расслабиться не можете, вы также можете прийти вперед для молитвы. Христос от этого освобождает, дает мир, покой. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я вас успокою, успокою. Вот почему есть церковь, вот почему мы даем эту возможность сегодня. Если вы желаете сегодня отдать свою жизнь Иисусу, признать Христа как Спасителя, как Господа, признать Его, что пришел в мир свет, вы можете иметь смысл жизни, вы можете иметь вечную жизнь, прощение ваших грехов, вы также можете прийти, сказать об этом, мы о вас помолимся, или можете сканировать этот код, и мы хотим с вами связаться и помочь вам в дальнейшем действии вашим. Итак, сейчас, когда мы будем петь, я приглашаю вас, друзья, выходить для молитвы, кто в этом нуждается, независимо, верующие или неверующие, но мы выбираем позицию стоять, противостоять всем этим силам ада и тьмы. Помните, наша брань не против плоти и крови, наша брань против духов злобы, поднебесной, против сил тьмы, и я здесь сегодня напомнить всем верующим духовный мир реальный. Духовный мир реальный, и нам нужно знать, и нам нужно противостоять, поэтому я благословляю и сейчас вместе с родителями объединяюсь за наших детей. Отец Небесный, мы молимся, Господь, сейчас за детей, за внуков, за будущих детей, за верующих, за семьи, Господь, которые сегодня вместе со мной провозглашают, что мы посвящаем наших детей Господу, мы посвящаем их Тебе, мы их посвящаем свету, мы их посвящаем и просим защити их в этом мире от зла, от искушений, от греха, от дьяволского влияния, от обмана, во имя Иисуса Христа, Господь, защити их от этого влияния интернета, которое может разрушать, ранить, обманывать, Господь, Бог мой, помоги, Господь Иисус, им ориентироваться в этом мире, распознавать, где зло, где добро, где свет, где тьма, когда они будут смотреть эти мультфильмы, фильмы, играть в эти игры, когда они будут общаться с друзьями, я призываю Твою охрану на них, я посвящаю Тебе, Твоих, моих детей, Господь, я, Господь, их вверяю в Твои руки, я умышленно выбираю, я исповедую, Господь, служить Тебе, я выбираю свет, я выбираю живого Бога нашего, я молюсь Тебе, Господь Иисус, вместе с многими христианами сегодня, мы как церковь, Господь, помоги нам стоять, помоги не сломаться, помоги не поддаться, помоги, Господь Иисус, Христос, просто Боже светить, помоги быть солью в этом мире, во имя Иисуса Христа, я молюсь, Господи, за тех, кому страшно, кому больно, кому трудно, во имя Христа Иисуса, Господь, благослови, Господи, благослови, Господи, Иисус Христос, к тем, кто бежит, Господи, к Тебе, благослови, Господи, Иисус, кто взывает о помощи, веря в живого Бога, я молюсь, Иисус, Господь, освободи от всякого страха, который разрушает и мучит, в христе есть свобода ты христос ты сказал что ты победил смертний ад ты господь дал нам не духа смерть и духа страха господь ты нам дал духа любви господь иисус помоги нам господь ближе приближаться к этому духу господь помоги на миссус освобождаться иисус господь я молюсь за отцов, за матерей. Я молюсь, Господи Иисус, за каждого, кто слышал это послание, за наших молодых, Господь, во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь Иисус, не поддаться, не раствориться, не стать серым, но знать, где свет, а где тьма. Бог мой, знать истину. Господь Иисус, помоги нам, христианам, сегодня не быть ленивыми, не быть безразличными. Помоги нам, Господь Иисус Христос, сегодня этому миру служить, быть этим маяком, в этом мраке, во имя Христа Иисуса. Я прошу, чтобы наша церковь, она была живой, чтобы наша церковь, она была смелой. Я прошу, Господь, чтобы наша церковь, Господь Иисус, она несла свет в нашем городе, и не только. Мой Бог, помоги нам во имя Христа Иисуса, не стать теплыми христианами, не стать мелкими, слабыми, Господь, хлюпиками духовными Мой Бог, я прошу Тебя, помоги нам, Господь Иисус Помнишь, что наша брань не против плоти и крови Но против духов злобы поднебесной Господь, я ходатайствую Я ходатайствую за наши дома и семьи За Твоих людей, за Твоих святых, Господь Благослови нас, благослови нас Помилуй и сохрани нас Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе Мы вместе, Господь, сейчас Тебе поем Мы вместе Тебе молимся Мы вместе Тебе поклоняемся, Господь Мы worship you, Lord We thank you, Lord We bless you, Lord We need you, Lord Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе Хвала Тебе, Иисус, аллилуйя, аллилуйя Слава, 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 слава Богу. Аллилуйя. Нет подобного беды святой, святой. Нет подобного беды святой, святой. Нет подобного беды святой, святой. Святой, святой Бог всемогущий. Иисус, святой, святой Бог всемогущий. Святой, святой Бог всемогущий. Иисус, святой, святой Бог всемогущий. Отец Небесный, мы склоняемся пред Тобою, сердцами нашими. Господь, сегодня мы признаем Твой авторитет. Твое Слово для нас является инструкцией жизни. Господь, помоги нам в этом мире, среди мрака, правильно ориентироваться. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, за истину, которая освобождает. Благослови, Господь, каждого, кто сегодня пришел в Храм Божий. Благослови, Господь, сердца нашим миром. Господь, я прошу, дай надежду тем, у кого она потеряна. Я молюсь за тех, кому сегодня больно, трудно, в личных обстоятельствах, кому просто тяжело идти. Господь, я в Тебя верю. Я прошу, Господь Иисус, обнови эту надежду в душе того, кто сегодня страдает. Господь Иисус, во имя Иисуса Христа дай силы. То, что не могут дать люди, банки, госпитали. Господь, то, что внутри. Господь, помоги встать и двигаться дальше. Дух Святой. О, Господь, мы в Тебе нуждаемся. Господь, мы в Тебе нуждаемся. Благослови, Господь, нас во имя Иисуса Христа. И за все прими честь и славу. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь.